Ну что, друзья, всех приветствую, с вами Булкин, добро пожаловать на канал Булкин Драйв и добро пожаловать на новый влог. Естественно, мы вновь накопили много интересного материальчика и готовы им с вами поделиться. Я надеюсь, друзья, что вы уже приготовили вкусненьшку, всем приятного аппетита, кто хуже, всем приятного просмотра, царский лайк на месте. Сегодня будет много событий, и дедушка поучаствует, и мы ему сегодня подарок сделаем, и на М2 покатаемся, и машины у нас немножко приболели. Друзья, обо всем по порядку, предлагаю начать с того, что мы тут отмечали 4 миллиона подписчиков на моем основном канале и купили таксишный Солярис. Что там было, что за постанову мы сняли, давайте сейчас переместимся в Москву, все расскажем, а самое интересное покажу вам дорогу из Москвы в Питер. Поверьте, такого веселья мы еще никогда не испытывали. Поехали! Друзья, ну а теперь мы переносимся в дождливую вечернюю Москву, ну если быть точнее, может в Подмосковье, потому что час назад, друзья, я прикупил вот эту тачку. Питерское такси, вези меня, вези, куда я попросу, рядом сидит крапка, за окном не лад, иду домой один, иду домой вместе, Питерское такси, вези. Давайте начнем с того, что в ближайшее время на канале выйдет очень красивый видос, мы хотим максимально красиво снять эту тачку, ну теперь уже мою, тест-драйв на Хьюдай Солярис. Хотим сделать, может быть, самый красивый тест-драйв из всех существующих на Ютубе, и там я более подробно расскажу, для чего мы прикупили эту машину. Друзья, давайте сейчас попробуем вкратце объяснить, что вообще происходит. Сегодня мы отмечали 4 миллиона подписчиков на моем игровом канале, который существует очень давно, там выходят игры, всякие влоги, не связанные с машинами, в общем, видосы. И не так давно произошел юбилей, число моих подписчиков на моем канале переводило отметку в 4 миллиона. И мы, собственно, это решили отметить тем, что устроили стрим в реальной жизни. Для меня это, можно сказать, был первый опыт, я хоть иногда там что-то стримил с телефона, но вот в таком ключе это было впервые. И мы решили поехать в Москву, начали стрим в Москве, и продумали просто какое-то нереальное кино, потому что, помимо того, что я купил эту машину действительно на стриме, мы еще сделали постановку. Это прям был прям такой боевичок. Деминик снимал все на камеру, поэтому давайте посмотрим полную версию, что вообще происходило и что произошло после того, как стрим мы резко выключили. А закончился он вот так. Мы тут пообсуждаем план того самого, что сейчас будет происходить. Ты уверен, что там никого сейчас не будет прямо? Я предполагаю так. Там промзона, там кроме фуры. Машины припаркованные, дофига, не дофига, не знаю. Я думаю, воскресенье не дофига. Вы будете поворачивать налево, и мы здесь можем вас стукнуть в жопу, ну так, чтобы вы почувствовали. И тут как бы вы начнете уезжать, и мы за вами. И по кругу вот это. Пряжусь, я вообще даже не представляю, кто это будет. Так, а что у нас насчет ранных повреждений, насколько все... Вам-то все равно, а там кабана ему немножко жалко, я думаю, там... Жалко все-таки или не жалко? 50 на 50 на 50, короче. Ну, чтоб тотала не было. Короче, нет, план хороший. Нам просто нужно быстрее выходить в эфир. И все, тогда, короче, Ярик когда дает команду, он скажет, все, я стопнул, типа. Ты прямо обрубаешь, не паузу, а обрубаешь. Эй, Дор, готово, да, в моих глазах голубарь, в культове Игги-попа, плюс у меня, как у Игги-попа, знаю, очень неприятно. Надо завестись, сейчас стал качать. Так, Булкин скатился официально, друзья. Берем разгон. Отлично. Отлично. Ну что, прям... Отлейка грудная. Ой, хорошо. Все, всем пока. Ну что, как там хотели? Первая с буксом, вторая с хрустом. Давай. С хрустом? А без хрусток, кстати. Нормально, блядь. 60. Шоу начинается. Бэкабан. Хуяси, блядь. Прикольно. Давай заезд. Заезд. Нихуё, блядь. Чё, чё, блядь. Нормально? Я чё-то не понял. Чё, с ним... А чё ты так режешь-то? Проблема, что ли? Чё ты режешь-то так? Не, Сань, давай поедем, давай поедем, Сань. Да чё, да, Сань, да нет. Да чё такого, потому что команду ты чё-нибудь... Блэдь, Сань, уезжай! Он врезался, блядь. Уезжай. Чё ты... Блядь, чё тут меняет? Блядь! Чё, блядь, он делает? Блядь, блядь, он нахуй всю жопу снес. Он моргает дальним. Смотри, блядь. Чё ты нахуй? Блядь. Блядь! Там сзади машин, там сзади ещё люди, блядь! Чё, мы уедем? Блядь! Блядь, что там? Нахуй! Блядь, мы поговорим, блядь, наверное, лучше, я не знаю. Что это, блядь? Чё такое-то? Ебать! Блядь, блядь! Давай! Чё, съем, ёп... Блядь, блядь! Блядь, блядь! Блядь, блядь! Мы там все жёстые! Ебать, нахуй, ебать! Ну вообще плохо, там круг такой был, ебать! Чё там пишут? А, ебать, блядь! Ебать, дерби с Пехалычем! Ног постановит, обожает! Актерская игра так себе, блядь! Ну вы прям по-отмороженому, вообще классно! Зеркало, блядь, я погоречился, блядь! А, нихуя! Ебать, травма! А, ну вот крыло! Крывать вверх! Ничего себе, он живучий! А, офига, катафот! Это твой катафот! Посмотри, на сколько пофиг кабану! Вообще! Нет, блин, нормально, нормально, удержался! Ничего себе! Короче, ребята, если что, мы просто вот, ну, стримили на основной мой канал, через 4 миллиона подписчиков, купили Солярис, и с ребятами, вот, из Мистера Перекуба договорились заранее. То есть, это постанова, и само собой, но мы сейчас выйдем в эфир через время, и об этом, соответственно, скажем, просто временно, типа, немножко разыграть зрителей, в том числе. Мы не уедем? Блядь! Блядь, что за... Что, блядь? Бля, может остановиться, нахуй? Стой, блядь! Два Ивану поговорим, блядь, наверное, лучше, я не знаю. Что это, блядь? Чё такое-то? Ебать! Ух, короче, не знаем пока, как, вообще непонятно, как восприняли покупку, как восприняли вот эту штуку. Короче, ребят, это, ну, мы как и планировали, прошло, ну, минут 40, наверное, и что-то там, ну, мы планировали, что-то разлетится там в телеграм-пабликах и так далее. Мы не хотели делать так, чтобы там сейчас все волновались, это вот реально кратковременный пранк, просто маленькая пауза, ну, чтобы интерес был, и сейчас выходим в эфир. Ребят, решили в честь 4 миллионов устроить маленький пранк. Такого еще не было, реально, ребят, спасибо. Я надеюсь, никто не обиделся, потому что мы специально, злобный водитель кабана, мы специально выдержали маленькую паузу, не было цели никого напугать. Такой кратковременный пранк, я надеюсь, вы его оцените. Там еще же ребята, которые катались за нами, ну, и зрители, кто следил за стримом, они такие, ебать, это что, типа, они подумали тоже, что это реально, то есть получилось вроде неплохо. Значит, друзья, ставьте лайки, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Друзья, я думаю, что вы наверняка знаете, что частенько после записи игрового контента мне надо ехать записывать автоконтент. Ну или в целом просто хочется выбраться из дома, прокатиться, съездить по делам, да или просто отдохнуть. Но глаза безумно устают, сушатся и становится просто-напросто дискомфортно передвигаться. Недавно для себя открыл силикон гидрогелевые контактные линзы Bausch & Lomb Ultra. Что мне сразу очень понравилось, это то, что эти линзы производятся с применением технологии Moisture Seal, которая позволяет обеспечить высокое содержание влаги, аж до 95%, и ее удержание в структуре линзы даже после 16 часов ношения. А оптический дизайн контактных линз Ultra разработан с учетом современных зрительных нагрузок, и помогает обеспечивать высокое качество зрения, и снижение утомляемости при работе с цифровыми устройствами. Bausch & Lomb Ultra комфортный при надевании в конце дня, а усовершенствованный асферический дизайн также способен уменьшить затуманивание, эффект гала и бликов в условии слабой освещенности. Очень важно, что за рулем глазам было комфортно, ведь в первую очередь это безопасность. Кстати, друзья, есть еще крутой бонус от меня при покупке Bausch & Lomb Ultra. Регистрируйтесь в программе лояльности Bausch & Lomb Friends по ссылке в описании, и получите приветственные 250 бонусных баллов при регистрации. Их можно обменять на промокод со скидкой в 500 рублей в оптике или интернет-магазине. Ссылочка в описании. Наша задача сейчас доехать на этом в Питер. Казалось бы, в чем проблема? Это солярия, средства по низу рынка, и основная загвоздка заключается в том, что с резины задней есть маленький нюанс, но вы сейчас увидите кадр. Да, ее просто-напросто нет. Идет дождь, но вроде только до двери, и поэтому сейчас будем максимально аккуратно ехать. Я думаю, мы доедем. Почти полмиллиона километров пробег. Вот под моей задачей, так скажем, именно такая машина мне и нужна была. Все, собственно говоря, вот такой вот экшен произошел у нас за сегодняшний день. Мне понравились эмоции. Надеюсь, вам тоже, кто, опять же, успел, так скажем, побывать на стриме. Вообще, друзья, подписывайтесь на телегу. Я там всегда делаю анонсы, чтобы в дальнейшем, мало ли, какой-то движ не пропустить. Если вот подпишетесь, то, ну или по ссылочке в описании, будете в курсе всех новостей. И в ближайшее время, поверьте, друзья, на канале мы постараемся сделать реально самый красивый тест-драйв на Hyundai Solaris. Надеюсь, у нас получится. Я не знаю, как это, ну сейчас никто не поверит в это. Короче, мы уже все на панике. У нас почти до конца дошла вот эта вот, ну, индикатор. Загорелась красная, красный термометр. Я думал, все, пиздец, я думал, сейчас поездочка. То есть мы, как бы, даже не стали посвящать отдельную сумму. Ну, сейчас на стримчике купим, поедем, доедем. Потом кездрайв снимем в Питере, а тут, оказывается, ну, еще это еще, подожди. Ну, пока это только первое. Нет, только первое. У нас еще болтать ничего близко. А, да, нет, это резина. Мы 110 сейчас шли, у нас вау-вау-вау. Да, примерно. Ну, пока едем, короче, вот, вроде после этой двери должно быть сухо. Сейчас едем, как бы, соточку, ну, его нахер. Сейчас, короче, посмотрим размер резины. Походу нам нужна замена. Мы даже до двери что-то ссыкуем. Ехать, расколба жесткий, ловим на ходу. Это пиздец опасно. Там прямо вот так ты ешь, типа, кружок вот такой. Иди посмотри размер. Ну, да. Чего? Размерчик посмотри. Ты был прав. 15. 195, 65, 15. Снимаешь? Да-да. А, так я в телеге свою залипаю. Это телега твоя? Это моя телега, представляешь? Там столько всего интересного. Там столько всего. Поделишься ссылкой. Ссылочка будет в описании. О, спасибо большое. И, кстати, знаешь, и подпишешься. А самое главное, никаких курсов, наебов вообще без этого. Подписывайся. Жму руку. Уникальный, кстати, картина. Доминик, ну, не гоню. Лучшая реклама. Лучшая реклама. Короче, мы сейчас в Твери. Позвонили по первому объявлению. Нашли зимнюю резину. Потому что машина еще и зимой нам понадобится. Вот, сразу, чтобы она была на зиме. И надеюсь, что дело в этом. Потому что после 100 км в час, особенно, если попадаешь в колею, начинает просто вот так вот. Горит. И а максимум уже температура из одного теления. И что, блядь, я не понимаю. Сейчас она должна поползти. Только от чего это зависит, да, ебаный, бро? Какой пиздец. Вот реально, я почему-то вот насчет солярица думаю, ну, это точно херня доедет. Не то, что доедет, она, блядь, вообще куда угодно. О, я снял это. О, прям, смотри, нормально так скинуло. Туреско Макс, он Туреско Мини. Машинный вентилятор не срабатывает. Короче, это бред какой-то, я не знаю. Соляриц не хочет, чтобы мы быстро доехали, будем вверх вверх. Шо? Опять? Так, репортаж. А, так у нас что-то тут попиздец. А, дырка? Что это, вон? Там все, там что-то мокрое все. Блядь, заправка, ближайшая пиздец. 30 км. Наш чувак с резиной ждет. Предложение чеков в багажник, потому что мы до сих пор не знаем, что у нас там. Может быть, там есть антиприз. Давай, чек. Так, моменты, если сейчас это, музыка такая напряженная. А, кто сейчас вылезет оттуда? А, стоп. А, стоп. Вода! Так там вода, не пизд. Можно попить. Ой, где, а что подойдет? Нихуя. А вот это мой размерчик. Блядь. Блин. Ебать! Блядь. Блядь, ты ебану, красиво. Расплыли, направляю. Она вообще фильтропанная. Короче, ладно, сейчас надо доехать, купить антифриз. Его реально, походу, не было. А если даже пыл, тогда была вода реально. Потому что прозрачный. Воза походит. Пиздец. Ну, жопу просто скользит, типа. О, ебать! Ебать! Термой, дурно. Едем, мы на такой резине едем. Я ебал ту Люсю. Короче, что вы поняли, руль сейчас был вот в таком положении, когда я выравнивал. Ладно, мы в Твери. Тачка перестала греться. Все, водичка пока помогает. Сейчас давайте, наверное, до резины доедем. Купим антифриз, заправимся. И в полном порядке поедем в Питер. Молодец, Ярик. Какой молодец, какой молодец. Он сегодня много, много, понимаешь, подводил, подводил. А сейчас вот видно, парень, как бы взялся за голову вовремя. Ну, реально, как бы старается. Короче, мы на шинке нашли шинку третью, причем с третьего раза. Вроде все шло хорошо, я уже... Пиздец. А я сел на пассажирскую. Короче, ехал Ярик. Мы увидели, в принципе, что температура опять поползла вверх. Мы залили антифриз. 40 километров он, короче, все, ушел. И самое главное, что мы остановились сейчас. И там мотор, по-моему, подстукивает. Сейчас мы хотим долить либо воду, либо антифриз, что-то. Сейчас самое главное запустить двигатель, потому что есть подозрение, что были стуки. И, по-моему, дым повалил. Тут Кирилл, типа, видел. Мне показалось, что да. Так, давай, ладно, сейчас дождемся. На самом деле, хуйней занимаемся. Я бы выбил ногой у нас. Да я могу. Давай. Давай, фирменная. Она провалилась. Наверное, под машину. Вон она. Пизда. А, ну это не так плохо. Нужно что-нибудь длинное просто. Блядь. Что длинное, блядь? Фирменная, блядь. Уй, достали. Показывай фирменную. Блядь, как подснять-то? Я потерял. Я на камеру не вижу, блядь. Упал? Да. Так, все, заливаем. Держи. Не надо эту штуку больше. Убери ее. Я не хочу дышать антифризом. Так, это туда. Ехуя! Че? Накинул? Ты че? Посмотри! Чего? Это что-то? Я заведу. Предугадываю, следующее, то, что произойдет через 5 секунд. Значит, начнет стучать мотор, ты снимаешь, как он стучит. И бежишь назад, потому что сзади будет дым. Как часики, блядь, ну ему пиздец с хуёво. А, ну да. А это все уже? А, ну он сизый такой, да. Это уже подходит прям хорошо так подходит. На хуя ты заводил, блядь, сейчас ее? Подожди. С включенным светом, блядь. Если ты знаешь, что аккумулятор умер. Можно не так ярко не сзади. Пожалуйста, выключи все нахуй. Ну давай, блядь, еще раз. Пробуй, блядь. Сука. Это пиздец. Блядь, поехали. А какую нам включить? Первую надо? Вторую, блядь, зажигание включить, дурак. Я ему, блядь. Что делать-то, себя попускать? Что делать-то, скажи мне, что дорожало, блядь. Ребят, мы вас до Питера не собираемся так толкать, вы чего? На хуя ты уебался-то, блядь. Да и уебался, хуя. Давайте, поехали. Да, блядь. Блядь, какой пиздец, на хуй. Короче, я объясняю, что случилось. Вот там мы встали. Те, кто был подписан на телеграм, тот видел, что происходило. Мы пытались опять эту открутить штуку, потеряли этот ебаный клапан, на хуй. Потом Ярик понял, что он посадил аккумулятор, потому что свет не вырубил, да, Ярик? Мы с Кириллом начали толкать. А Ярик приехал сюда. Чего? Ай, блядь, да ладно, я немножко помог рулем, чуть дёрнул. А чего передачу не включали? Он не знает, как, оказывается, это делать. Включать передачу? Поехали. Поехали. О, другое дело сразу. Бросай газу. Но потом сцепление нужно поражать. Может быть, обратно в Москву? Бешком быстрее будет. Пусть Доминик сядет. Давай. Давай, 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 давай. Кстати, не дымит особо. Пиздец. Просто пиздец. Так, ребят, короче, мы доехали до Питера, это уже другой день, всё нормально, приключение получилось очень даже неплохое. Короче, нам сейчас просто нужно на несколько дней поставить тачку, и мы сейчас едем где-то в гараже. Я сейчас только вспомнил, он вообще знает про Солярис. Мы решили просто поснять его реакцию, он, по-моему, ну не знаю, может, он видел стрим. Я просто сейчас что-то так думаю, я ему, по-моему, не присылал даже, не говорил, а может, говорил. Короче, вот, сейчас вкратце реакция деда на таксичный Солярис, и, друзья, сейчас очень важный момент, вот сейчас вот, если вдруг, каким-то образом, ещё ваш лайк не на месте, я тут хочу кое-что вспомнить. Помните, летом мы обещали, ну, как бы, намекнули, что, а что, если мы устроим проверку номеров в реальной жизни, то есть, типа, попробуем выбивать что-то. Давайте вот, если вы реально газонёте, мы в ближайшее время это устроим, потому что мы уже поставили сейчас Солярис уже на мне на учёте, на питерских номерах, сейчас вы увидите это. И мы устроим проверку номеров. Так, вот, дед. У нас же тюнинг кое-какой произошёл технически, но ребята о нём пока не скажут. Короче, тачка стала, на ней стало очень сложно передвигаться, в тест-драйве расскажем почему. Можете догадки писать. Она теперь почти недееспособна для езды. Привет. Я просто сейчас вспомнил, что я тебе вообще говорил, что купил стеклярный солидент. Нет. А, то есть, ты, ну вот, купил стеклярный солидент. А мне что, так салат будешь? Ну, есть, так скажем, а зрители тоже что-то не знают для чего. Но я тебе потом на ухо шепну. Вот. Вот, кстати, мы поставили на учёт, пока номера такие, но я думаю, что будем пробовать выбивать. А сколько выглядит просто? Мне трудно сказать, на тысяч на 200. Но таких цен нет. А, кстати, сколько новых? По-моему, когда Солярис только вышел, он стоил, по-моему, 400 тысяч или 350, что-то такое. Просто сейчас Солярис-то стоит миллион? Да два, наверное, уже. Да ты что? Вот это нихуя себе! Ну и чё, сколько же это стоит? Почти 300. Ну, я почти угадал. Слёз просто текут. Ну, это самый дешёвый типа Солярис, который вообще можно себе представить. Это реально таксичная машина. Я хотел именно таксичную машину. Я хотел с максимальным пробегом, но здесь не такой большой, 400 с копейкой. Ничего себе небольшой. Я хотел миллионника просто. Ну, мы на нём ехали, просто ты, скорее всего, не видел, как мы отмечали 4 миллиона. Дед просто смотрит в основном вот этот канал, Булкин Драйв. У нас там бандиты напали, ой. Бандиты напали? Ты не видел реально? Слава богу. Ну, там... А чё они хотели? Да, зажали нас, порезался. Короче, постанову мы сделали там. У нас типа там, вон нам зеркало снесли. И мы, короче, по Москве катались в прямом эфире, и типа так отмечали 4 миллиона подписчиков на моём основном канале. Тут немножко загнули крыло, но тут и так много повреждений. Но я тебе потом расскажу, что будет с этой машиной. Вот такой вот корейский лакшери-сегмент. По Солярису не сидел. Ну, я, кстати, Солярис тоже за рулём-то не ездил. Вот теперь... У неё ручка, да? Да. Ну, рабочая лошадка. 1.4, 107 сил. Ну, 107, нормально. Я говорю, Солярис как прям рабочая лошадка такая. Молодцы, сделали всё равно машину, которая вот реально стала народной. Ну, она что-то вся... её вскрывали, видимо, ломом. Кстати, даже не обращали на это внимания. Ну, наверное, да. Ну, ладно, мы двигаемся дальше. Солярис, друзья, ещё увидите и не раз. Волноприводный внедорожник, как любому мужик. Так, друзья, ну что, как говорится, старым машинам свойственно ломаться. Но что-то как-то у меня все машины начали умирать друг за другом. Ну, ничего серьёзного, мы всё расскажем. Короче, сотка. Начнём с того, что я где-то говорил про это, но мы, по-моему, в видосе толком не показывали. Произошло маленькое происшествие. Короче, это было ещё, по-моему, в феврале или в январе, что-то такое. У нас в офисе есть такие ворота, и они начали открываться. Я начал подъезжать, и, короче, они вот сюда вот ударили, то есть здесь даже ни царапин, ничего нет. Просто загнулось чуть крыло. Это всё поправимо, но со временем здесь разболталась вот эта штука, вот буквально недавно. Я, короче, временное решение нашёл. Мы, естественно, всю эту косметику будем проводить в порядок в ближайшее время. То есть нужно просто, я думаю, без покраса здесь это крыло выправят, ребята, вмятину. Вот, поэтому вот такой вот косячок, пока, видите, фингал под глазом. Плюс почему-то начали какие-то вот эти вот моменты почему-то выпадать. Надо тоже это всё посмотреть, поставить на место. Ещё, кстати, не очень будет удобно смотреть. А, я видел там комментарии насчёт этого. Да, он, короче, рандомно выпадает, то есть как бы нужно тоже просто там, я не знаю, на герметик, не на герметик, что-нибудь придумать. Сотка чуть-чуть посыпалась, но технически, друзья, 400 тысяч почти пробег. Всё в порядке, мы её приводили в чувство перед весной. И как вы думаете, что произошло буквально, наверное, неделю-две назад? А, ещё вот. Он сразу просто появляется. Ну, не сказать, что прям гирлянда, но неприятно. Короче, такая же тема была, это вот VSC Traction, VSC Off, эта стабилизация, она тоже глючила, так скажем, за счёт того, что сгнил датчик ABS, и он просто в труху превратился, и он повлиял на все эти ошибки. Мы всё это делали, и вот спустя, там, я не знаю, сколько по пробегу я проехал, пару тысяч, наверное, километров, и вот это вот вылезло. Короче, будем разбираться, что-то ему не нравится. Ну, я думаю, что всё в порядке, сейчас, короче, поедем чуть-чуть попозже к Сане, почитаем хотя бы, что вообще, на что он ругается. Я надеюсь, ничего серьёзного. В общем, в моём приоритете эту тачку привести в прям хороший вид, потому что мне она очень нравится, вы прошлый улог помните, я там душевно рассказал вам всё, я хочу её оставить. Поэтому задача сделать все нюансы по кузову, отполировать, чтобы она сияла прям как в 2005-м. Ну, по кузову, понятно, почему МЛ сзади стоит. А, МЛ, вот, собственно. А, тоже? Да. У меня, в принципе, я так понял, знаешь, на сегодняшний день, вот прямо на сегодняшний день, чек горит на сотке, на МЛ-ке, на М2, я так и не разобрался, потому что после трека он выскочил, я думаю, что там тоже какая-то херня, но всё же. На М6 иногда из-за топлива выскакивают, на гелике, на пяти тачках у меня чек. МЛ-ку считаем, но я думаю, что он ругается, да хер знает, на что он ругается на самом деле. Ну, будем определять. Проблемы, да, были, мы что-то почитаем, вот, МЛ-ка, в принципе, живёт, и, кстати, это машина, на которой сейчас Оля будет передвигаться, пока не придёт машина её из Америки, которую мы заказали. Мы вот как раз про М2 заговорили, что, наверное, пораздавать надо? Я думаю, да. Перемещаемся на М2, тоже покажу вам чек, и немножко надо навалить боком, пока ещё, так скажем, погода позволяет. Самое удивительное, друзья, что чек сегодня на М2 решил погаснуть сам по себе, то есть, я говорю, вот, фишка в том, что проблемы на всех тачках, по сути, вот эти чеки выскочили, но это всё какая-то несущественная херня, но он реально сам погас, хотя какое-то время горел. Так вот, друзья, есть ли у вас какие-то сомнения, или, может быть, остаются ещё вопросы, жалею ли я, может быть, о покупке вот этой вот замечательной BMW, BMW M2. Я думаю, что все видосы за последнее время, которые вы видели, там, включая трек, не трек, вот это всё, и то, насколько часто я улыбаюсь в видео, вам, в принципе, дают ответы на этот вопрос. Я говорю каждый раз об этом, нет альтернатив у этого автомобиля, я очень хочу, чтобы он не остался так же надолго, как моя матрёшка, потому что, по сути, это и есть современная матрёшка. Только единственное, я, конечно, не буду её корчевать, я наслаждаюсь ей именно в таком виде. Да, за зиму я планирую сделать кое-какие доработки, потому что хочется подвеску, так скажем, вложиться, впервые в своей жизни ещё буду дюнговать подвеску. Всё это пока что изучаю, естественно, вы об этом узнаете, хочу, чтобы машина более ещё лучше рулилась. Не знаю насчёт, там, облегчений вот этих всех дел, потому что, как бы, тоже, да, там, выкидывать задний диван, какие-то разборки ставить, ну, как бы, хз. Мне нравится, что это автомобиль, на котором... Я могу, по сути, делать всё, что захочу, да, то есть, единственное, что я вот ещё хотел бы проговорить, это то, что на этой тачке я хочу научиться ездить на 100%, потому что это дорогого стоит, когда ты понимаешь, что ты с машиной прям сросся. Вот у меня такое пока что только из всех моих автомобилей с матрёшкой, просто потому что она у меня очень давно, и мы с ней уже на ты давным-давно знаем друг друга. С этой машиной я уже, как бы, ознакомился, знаю, как она себя ведёт в той или иной ситуации, но чтобы познать автомобиль, на нём нужно достаточно много проездить в разных режимах, и вот это моя цель. Довольно сложно преследовать автомобиль, с которого также ведётся съёмка. Я очень полюбил эту машину, я очень рад, что пришёл именно к такому варианту на ручке, и у меня захватывает дух, я испытываю искреннее какое-то счастье, у меня появляется улыбка, потому что просто нет альтернатив. Назовите мне, пожалуйста, в комментариях машину, которая будет похожей. Я надеюсь, что пройдут годы, и знаете, я очень хочу как-нибудь в одном видосе сказать вам, пацаны, я познал эту тачку настолько же, насколько познал матрёшку. Просто на максимальном. Так, вот сейчас просто можно, пожалуйста, фрагмент с, блядь, ростов автомобиля? Это наша пятёрка, там сейчас камера, да, висит, снимает. Блядь, я сейчас пересрался не за себя, я иду в максимальном угле, 535-я, за которой сидит молодой Ярик, ну, молодец, значит, ну, Оля у нас, конечно, так более по-боевому умеет ездить. Ярик всё-таки молодой ещё, как бы парень без опыта, ну, красава, он сейчас вывез. Тачка там-то на стабе, понятно, да, то есть там нет задачи дрипсить, но сейчас его кинуло боком нормально, он вывез эту ситуацию, ну, без помощи, конечно, системы стабилизации, которая была включена. Да, ну, сейчас это было эпично, сейчас практически был парный дрифт с операторской тачкой, друзья. В общем, что я могу сказать, я не хочу затягивать, потому что, наверное, вам уже надоело слушать эти бесконечные монологи. Я специально добавил в этот влог М2, чтобы вы в очередной раз поняли, насколько я рад, что в моём автопарке появился именно этот автомобиль, именно в такой конфигурации, и мыслей даже нет о том, чтобы просто с ней прощаться. BMW M2 Competition на ручке, это предел моих мечтаний. Да, показали новый кузов, он выглядит вот так, там будет версия на ручке, и с апреля они будут продаваться в Европе, чисто в теории можно заказать, я об этом пока думаю, но мне не нравится ни внешне, ни внутри. Да, там всё современное, вот это вот. Меня прежде всего завлекает, что там новый мотор S58, который ещё более круче, чем этот S55. Если вы ещё не поставили лайк, то хотя бы вот за эту сочную... Ну вот прямо сейчас, друзья, давайте, давайте, я жду, пока лайк... Давай, 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 ну, родной, ну поставь! Смотри, что она делает! Ну пиздец, ну просто аппаратище, аппаратище! Это сердечко для вас и для моей BMW M2. Вы не понимаете, что дальше по сценариям? Я должен сказать, что мы переходим туда-то, туда-то, что у нас после M2. А, вот, посмотрел сценарий. Короче, это, что там с ML-кой, с крузаком-то и с геликом вообще в целом? Давайте переместимся в сервис к ребятам Креатив М и Торетто там тоже был, Санёк, сегодня поучаствовал в видосе, перемещаемся в сервис. Так, ну что, мы приехали в Креатив М, сейчас расскажем вам отличнейшую просто историю про гелик. У меня появился запах гари какой-то, типа проводка где-то плавится, и они вот каждый день собираются и нюхают, ну, в смысле проводку. Помнишь, как мы ехали? Мы ехали вчетвером. А, ты не ехал? А, ты не ехал? Это был Ярик, Кирилл, Артём, да, 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 тебя не было. Короче, мы ехали как-то, и мы просто не могли дышать машине, это пиздец. Да, отлично у тебя как? Отлично! Как могло быть лучше, когда увидишь Александра? Я уже пересказал, но мы реально нюхали, пацаны, ближай, как бы это не снимали. Ну, реально, то есть, короче, непонятно, оттуда воняет. Пять щей, просто один задний, ближай, ну, ближай, ну, хорошо, что с другой стороны не передать этот запах, потому что ж пиздец. Нет, там пиздец, реально, видишь, ну... Ну, по итогу это плавится реально проводка где-то, да? Да, да, вот человек сейчас разбирается, по всей вероятности, что какая-то релюха отъебнула на бензонасосе. А, да, он же еще перестал запускаться. Ну, блядь, это просто... Тебя еще не заебали, мои машины? Я просто тебе привез еще две. Их нюхать не надо. Там, блядь, мы нюхали гелик, это реально, ну, блядь, просто типы стоят, один спереди в моторе, второй в салоне, третий спички. Воняет, нет, отсюда, блядь. Клиент заходил, чувак заходит, говорит, а что вы, блядь, делаете? Осталось только вот так встать, блядь, возле тачки, блядь. Там запах пиздец реально. Запах реально пизда, ну, просто. А самый прикол, что, ребята, когда я пригнал тачку, ну, говорю, проблема такая, воняет. Кто-то поехал на тест, там все задымилось еще. Да, да, еще задымилось, сейчас ставим. Блядь, там такой дым швал дыма, он такой, что, блядь, происходит, нахуй, я горю, что ли? Блядь, ну хорошо, что это, я, на самом деле, вот сюда же тачку на эвакуаторе уже привез. Да. Просто я не стал ехать, то есть я понял, что вдруг реально что-то плавится, так и оказалось. Да, короче, дым лютый был. Просто вот крайний раз, когда он поехал, мы просто охуели, мы охуели, с охнетушительной туда, блядь, с этой хуйней. Да ну нахуй. Ну пойдем посмотрим. Ну, короче, да, такая. Блядь, бедный гелик. Блядь, тут конк играет, блядь, на всю, да? Так а с этим разобрались, то, что он, это... Ну, что ты говоришь еще по электрике, чтобы перестал запускаться. Не-не, мы его напрямую замкнули, бизнес-насос этим, все, он заработал. У тебя секретка в нем какая-то стоит, ебаная, которая рыгнет. Блядь, там 100 лет назад, да, когда я покупал, у меня был такой этот ключ от домофона. Вот, 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 он сбоку. Да, да, да. Но она отключена была. Хуй, блядь. Да? Да. То есть я ездил в Москву, у меня секретка как бы работала, я мог в какой-то момент не запуститься. Отключено гелики покататься. Вот нельзя этим машинам стоять, согласись? Нет, вообще нет. Вот пиздец нельзя. Вот она постояла у меня? Постоял, сколько он летел? С ноября по июнь где-то. Ну, хуя. Вот, почти, блядь. Семь месяцев, восемь месяцев, да. Ну, то есть он, если стоит, все, эта проводка, ну, то есть... Ну, знаете, я могу сказать вот с уверенностью, что эта машина для меня настолько много значит, и столько событий там связанных в жизни было с ним, да, с участием этого автомобиля, что сколько бы он не хотел заботы, я ему дам. Тачка огонь. Ну, хотя ты в ней поменял, там уже миллион, блядь, деталей, а там реально очень много всего нового стоит. Я же ее на время продавал, на полгода, по-моему, Стасу, вот и Стас успел реально вложить бабок, там реально очень много нового в зиму. Да, да, там нового до хера в тачке. Поэтому она, на самом деле, гелик хороший, то есть среди 55-х, если, в принципе, брать, я думаю, что он, как бы, очень хороший. Если ML-ка, я думаю, что зимой, может быть, будет продана, то гелик нет. Гелик остается, мы его, наверное, надо еще придумать, что внешнее, что-нибудь новенькое с ним. Ну, да. Холхозник в булкине не дремлют, короче. Короче, сейчас задача найти, чтобы бензонасос работал без секретки, секретку обрубить. Да. И что по запаху-то? А что вот, ну, то есть вы уже неделю нюхаете? Нюхаем жестко его. Тем более, что ничего не происходит. Я отвечаю, этот гелик, вот так мне, закроешь мне глаза, бля, гелик стопудово, бля. Я его узнаю снызище, бля, на самом деле, что делать-то? Вот, реально, в такой ситуации, если что-то горит, ну, непонятно, что. Мы уже скинули всю проводку с торпедой, ну, оттуда. Оттуда, ну, сейчас будем искать провод этот, который плавится, потому что мы всю косу перерыли. Мотору нет, точно нет. Так, что, давай, может, параллельно считаем, загоним этот крузак и МЛ-ку. Короче, Оля сейчас пока сюда ехал, у нее в руках чек потух. В руках? Ну да, да. Он так держал чек и потух. А что, вам покажешь все равно, что там было? Ну, он горел, бля, месяц почти. Ну, не месяц, ну, типа, недели три-две. Короче, у нас по МЛ-ке, как предполагалось, расходомер. То есть, по сути, просто датчик поменять и все. Ну, как это? Ребята сразу спросили, а на сколько стало больше кушать машины? Я говорю, а какая там, не поймешь. Там литр туда, литр обратно, как бы. Ну, он жрет 20-25, само собой. Очень много. Все равно, я думал, что он больше ест, там, литров 30. Ну, если там разница такая, типа. Ну, короче, это разберемся. Короче, фигня. Сейчас, ребята, попутно глянем. Давайте теперь вот это вот. Что здесь? Предыстория, предыстория. Короче, здесь в трубу просто сгнил один из датчиков. ФБС. Вылезали эти ошибки по стабилизации. Как обычно, датчик ФБС, он на все там сразу. Поменяли, все нормально. И вот тут вот выскочил, сначала опять выскочил это по стабе. Почему-то. Вот буквально недели две назад. И плюсом загорелся чек. Понимаешь, насколько ты становишься многопрофильным? То есть, ты был по БМВ, потом начал в это, в Мерседесы влезать. Сейчас у тебя уже, блядь, Тойота станет. Вообще, блядь, управляй мечтой, блядь. Что дальше, что дальше будет? Расскажи вообще, что у тебя здесь? Слушай, да, так особо... Это что, уже тихо? А? Уже тихо. Такая такая была. Прикольно, уже тихо. Это пятерка, да. Как у меня, да. У меня как раз была 550-63, я же капиталил мотором. А, да? Да, в 2014 году у меня было. Ох, да. Почем? Тогда, наверное, отдал почти 300. Ну, это был просто случайный сервис. Я туда, как бы, никого не знал и приехал. А, нет, слушай, это была не капиталка, это был контрактный мотор. Я не знаю, как я пришел к Gran Turismo, но, ебать. Для меня 400 сил, задний привод, это первый опыт. И я как бы, ну, чуть-чуть фу, все было в порядке, но я как еблан ездил. Просто как конченый, блядь. Я сейчас вот, ну, осуждаю реально все это подобное, но понимаю, что сам таким был, блядь. Раздавал жестко, да? Я не знаю, как я на этой барже такие углы там раздавал. По мокрому, по сухому, 100 плюс километров в час, по Ваське, блядь, там, через всю хуйню. Я не знаю, но я творил дичь какую-то. Она у меня была полностью стоковая, я положил, нахуй, мотор. Ну, рыгнул, да? Да. Нет, кайфовая машина, но 550-ю не надо брать. Да. Прям вот реально все то же самое у меня было. Такой же салончик, но это дизельная. Так, короче, у нас ошибка C1201 была, да? Это по стабилизации. И плюс, а чек из-за расходомера? Из-за лямбды. А, из-за лямбды. И в итоге чек сбросили. Нет, но чек все равно, видишь, может загореться, потому что лямбда, если она уже не справлена, она все равно донюхает. Как есть? Ну, судя по запаху, я думаю, что есть. Вот, все есть, кстати. Да, но не воняет. Да. У нас контактная процедура. Пора. Пора. 400 тысяч километров, пора. Пора, дать, рубить, блядь. Блин, ну, в целом-то да, можно уже. Я вообще против. Не ронарова? Сшить. Ну да, кстати, давно пора. Короче, по ходу, надо будет резать. Когда будем? Резать. Как скажешь. Может оставить? Да можно. Или вы... Да не-не-не, можешь оставить. Сделай. В общем, сейчас решу, либо оставлю. Ну, опять же, видите, что тут? Мелочь. Что тут мелочь, но человек горит. Как бы. Можно его сбрасывать, будет со мной вылазить. Сейчас будем думать, что будем делать. По этой, по ML, сейчас взглянем датчик. По сотке, ну, порядка, выпилим каты просто. Либо сейчас, либо попозже это сделаем. Все тоже будет норм. Дальше эстетически, как я уже говорил, приведем тачку в порядок. Ну, это уже будет в следующем видосе. А гелик верим, что ребята починят как можно скорее. И в дальнейшем вы его тоже увидите. А сейчас, друзья, предлагаю вернуться к другому событию. А именно, я сделал подарок деду на день рождения, связанный с его Volvo XC90. В общем, возвращаемся и увидите, что я ему подарил. Так, мы, друзья, оказались в Volvo XC90. Это та самая тачка, которую я подарил деду в начале года. И, собственно, сейчас, раз уж мы в ней, я вообще расскажу, что происходит. Я просто деду решил сделать подарок. У него был день рождения. Я очень долго думал, что ему подарить. И мы сейчас будем немножечко дооснащать Volvo. Я надеюсь, что полезной штукой и пригодится это ему. Чтобы вы понимали, как дед эксплуатирует Volvo. Сними просто что сзади. То есть, с машиной я угадал. Это вот реально, мы ее только что отогнали, забрали Volvo. Я просто понял, что сейчас момент как раз тот, когда надо его деда Volvo забрать и сделать то, что я хотел. И меня вот, честно, смутило сзади. Я уже позвонил, уточнил, это пустые баллоны с газом. Я просто сначала, ну так, типа, что вообще происходит. Вот, я все-таки поактивнее езжу. Значит, я понял одно, друзья. Салоном я прогадал. Потому что белый цвет, конечно, модно, но для деда, ну так скажем, наверное, лучше черный. Потому что видно, что он немножечко, да, все-таки так вот, на нем видно, да, какие-то штуки эксплуатации, скажем так. То, что дед ее использует как рабочую лошадку. Он долго не хотел, стеснялся, там, я говорю, вози, что хочешь. Эта машина, чтобы удовлетворяла твои потребности. Поэтому, как бы, он спустя время начал. Но салон, к сожалению, да, требует супер дополнительного внимания. Просто потому, что он белый. Значит, а так все нормально. Пробег 66 тысяч. То есть, по-моему, он уже, получается, 10 тысяч наездил. Даже, может, больше. И единственное, вот этот скольчик он словил. Но я сказал, что пока не будем менять лобовое. Потому что впереди зима, все равно что-то налетит. Ну, рабочий момент просто. Как бы так не повезло, скажем так. И поменяем уже по весне. А мы, короче, едем. Что интригу-то создавать? Короче, я решил вам подарить багажник на крышу. И вот тут у меня момент. Это впервые, когда я, во-первых, буду устанавливать. У меня вообще... Ну, в семье никогда не было ни у кого багажника на крышу. Там, на машинах. И у меня никогда не было. Я нашел просто контору случайно. Ну, как бы, не случайно, но в интернете. И меня, знаешь, что смущает? Дед уже небольшого роста. То есть, он ниже меня. И вот как он будет дотягиваться до всего этого. Я просто-напросто переживаю, будет ли ему удобно. Но я надеюсь, что это нужная вещь. Потому что раз он в багажнике вот так вот все возит, как бы, складывает сиденья. И даже XC90 ему порой не хватает. Я думаю, лишнее пространство, так это правильно сказать. Место на крыше в багажнике, я думаю, будет вообще то, что надо. Потому что я долго думал. И вот Оля подсказала, типа, а что если? Я говорю, блин, Оля, молодец. Подсказала в тему. Поэтому сейчас будем ставить. Нам, я так понял, это быстро делается. Купим какой-нибудь хороший багажник. Чтобы красиво смотрелся и был вместительный. Поставим и поедем деду как раз таки вручим и сразу его реакцию за снимем. Так что, кажется, так. Это очень огромный. Прям привет, какой огромный. Во-первых, очень высоко. Ну, то есть, тут даже не в росте дело просто. Очень-очень большой багажник. Машина, наверное, раза в три больше стала. На общем плане, я думаю, видно. Так быстро, пять минут и все. Я думал, не знаю, тут час установки будет. Ну что, друзья, а теперь едем дарить. Так, ну что, это довольно странно выглядит. Потому что я деду говорю, дай нам вечерок Вольво, мы там что-то снимем. Но, естественно, не рассказывали, что… Это реакция. Ну, я понимаю. Давай, покажи, что-то нет. Так, он уже что-то Солярис ремонтирует. Интересно, увидел? С ума сойти. Вообще, торпеда такая. Так, ну, мне уже нравится реакция. Чего он уже… Смотри, вот нельзя деду… Это мой аккумулятор. Нельзя деду оставлять машину какую-то. Тем более проблемную. Он сразу начинает ее ремонтировать. С днем рождения! В прошедшем днем рождения. Мы очень долго думали, что подарили. Нужная вещь хотя бы? Конечно, нужная. Так, слушай, а как я ей пользоваться буду? Я вам сижу, стульчик куплю, а они говорят, что это… Ступеньки. Ну, ступеньки, да-да-да. Сюда 75 килограмм. Да, 75 же, сказали. Вот, единственное, смотри, сразу, по высоте, по паркинге не забывай. Потому что 2,20 – это прям вот предел. Ну, мы выбрали самый удобный вариант, потому что здесь один замок. То есть тебе… Ты сдвигаешь? Ну, вот смотри. Не, она вверх поднимает. Давай сейчас попробуем. Я сначала думал, вообще, в принципе, с твоим ростом, ну, точно надо. Тут даже как бы не в росте дело в то, что машина высокая, видишь, и просто штука. Вот, и видишь, есть, ну, всякие разные варианты этих самих, ну, самих багажников. Есть, например, не очень удобные, которые там надо прижимать прямо. А тут, как бы, получается, с одной стороны вот так вот. И все. Замечательно. Здорово. Класс. Вот. Поэтому теперь еще здесь есть место. Ахахаха. Летина полег. 75 кг – нормально. Ну, и самое удобное, что штуки универсальны. Если вдруг в дальнейшем будем менять машину тебе, то все это можем переместить. Переместить, да. Вот, без проблем. Здорово. Спасибо. Так что, возьми теперь в том числе там. Ну, со ступенечками разберемся. Ты зачем ковыряешь машину? Нет, я это сам сейчас аккумулятор на зарядку поставлю. На зарядку, да. Ну, ладно. Я уже испугался, потому что тебе нельзя оставлять какие-то ведра. Ты же их потом восстановишь под идеал. Ну, я чтоб заводил. Сейчас я аккумулятор поставлю на зарядку, если откручу. Не, ну, просто не надо там сейчас капиталку мотора делать. Ничего. Все сейчас начнется. Ничего не нужно. Слушай, я испугался. Отъехали на полтора часа. Я его пытаюсь отвернуть, он там все закисший, помазал маслом сейчас. Ладно. Аккумулятор – это понятно. Спасибо. Штука замечательная. И машина смотрится по-другому. Ну, да. Смотрится прям еще здоровая стала. Так что, по высоте основной. Ну, и эстетически, чтобы там он больше сохранял, так скажем, вот этот вот глянцевый блеск. Уж, конечно, тряпками там не тереть. Ну, и на автоматическую мойку не заезжай, потому что может не распознать. А так, в целом, вроде, что нам еще говорили-то? А, по скорости. По скорости ограничений нет, но вообще сказали так. Есть условные ограничения, не больше 130, если ты груженый. Влияет только на, когда ты тормозишь. Что там, они, короче, больше 130 съедешь, производитель не несет ответственности. Понятно. Вот, а так, в целом, никуда не улетит, все крепко. Понятно. Здорово. Так, ну что, друзья. Я глупшу автомобиль. И это значит, что влог подходит к концу. Что я могу сказать? Хотелось бы вновь начать что-то душевно рассказывать, делиться историями. Но мне кажется, что этот влог и так довольно сочен на различные события, много различных автомобилей. И, знаете, я бы хотел сказать вам огромное действительно спасибо за то, что вам понравился этот формат, который мы, по сути, ввели в этом году. Мы поняли, что лучше снимать как можно больше, чтобы фигурировало в одном видео больше автомобилей, больше событий. И, судя по всему, вам такое заходит. Если я прав, друзья, то поддержите лайком, напишите в комментариях что-то. Я каждый комментарий читаю, вот чего только стоит влог, где там, да, вот с соткой. На самом деле, я скажу это. Вот тут вот монтажеры это не вырежут. Потому что с соткой, вот то, что вы послушали душевную мою реплику, это только малая часть того, что я там говорил. Я там про жизнь еще рассуждал, но монтажеры решили, что у нас все-таки автоконтент. И вот, поэтому напишите в комментариях, может быть, стоит все-таки, да, про жизнь-то тоже. Я там прям ехал и рассуждал. Ну ладно, не вошло, может быть, а давайте в телегу выложим. Вот, подпишитесь на телегу, вот там, помимо того, что много всяких анонсов, новостей, я туда еще и опубликую ту часть. Вот, пусть они все-таки порежут, и мы опубликуем это все. Друзья, вот такой вот влог. Огромное всем спасибо. Надолго не прощаемся, потому что вы видите, что мы поддерживаем темп, стараемся часто выпускать видео. Ваша лучшая поддержка это просто лайк. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok